Если вообще так в ретроспективе смотреть, насколько глубокие корни сегодняшнего текущей ситуации на длине соприкосновения в Нагодном Карабахе, то, конечно, мы можем достаточно глубоко отдалиться, иметь это в исторических рамках. Потому что данная территория, исторически, это была такой зоной компактного прожимания армянского населения на территории Азербайджанской СССР. Соответственно, проблемы на межземнической почве существовали достаточно долгое и продолжительное время. Но если мы говорим уж действительно о той горячей фазе, активной фазе, которая, собственно, не привела к тому, что мы имеем сейчас, то это годы перестройки, если точнее, это 88-й год, когда начинаются очень активные ретнические столкновения. И чем это было обусловлено? Это обусловлено было тем, что данная Нагодная Карабахская автономная область, она предприняла попытку заявить о своей независимости. И заявила о том, что больше находиться в составе Азербайджанской СССР она находиться не желает. Это, естественно, привело к некоторому непониманию со стороны азербайджанского населения, которое проживало на данной территории. Достаточно сложная судьба сложилась у данных территорий, потому что те взаимные и претензии, и непосредственные, да, значит, враждебные действия, которые были предприняты, они сформировали очень хороший фон, если так можно мягко выразиться, который стал базой тому самому комплекту, который мы имеем сейчас. Но в результате что получилось? Получилось так, что в 91-м году у нас данная область объявляет референдум, и большинством голосов она заявляет о своей независимости, и объявляет ее в 92-м году. Однако, естественно, это не устраивает азербайджанские власти и ряд населения, которые не проголосовали за данную инициативу, фактически это приводит к вооруженному конфликту. Стабилизация ситуации у нас стала наблюдаться в 94-м году, когда был подписан режим прекращения огня между уже разглашенной, да, значит, республикой Накурного Карабаха и Азербайджаном, при, естественно, при посредничестве тогда еще совещания, то есть СБСЕ, да, который сейчас у нас является ОБСЕ, что непосредственно происходит дальше, в дальнейшем. Группа, созданная, да, для регулирования конфликта, это вот Минская группа ОБСЕ, сопредседателями, которыми как раз таки являются вот на данный момент Соединенные Штаты Америки, Россия и Франция, предлагает сторонам возможности каким-то образом найти компромисс, для того, чтобы и территориальный вопрос разрешился, и статус, да, территории был международно признан. Однако вот про сегодняшний день фактически, да, мы видим, что переговоры, они способствовали фактически тому, что конфликт, он перешел в такую стадию замороженного конфликта. То есть решения практического найдено не было, точнее, были найдены его части, потому что одну сторону устраивает часть предложенных там мадридских принципов, мадридских принципов с одной стороны, Азербайджан поддерживает часть этих самых же принципов, но с другой стороны, вот, а полного компромисса, к сожалению, стороны достигнут по сегодняшний день не могут. Чем это обусловлено? Ну, это, наверное, там дело, собственно, такое отдельное, большое, и уже даже не интервью, а целые там лекции, да, вот главное, чтобы мы с вами понимали, о том, что корни конфликта, они уходят достаточно глубоко, и этот, да, значит, он глубок не только в плане того, что это межэтническое, да, противостояние, вот, которое вылилось, к сожалению, в такую форму, но и конфликт международного правового, да, процедурного права, потому что какими нормами непосредственно руководствуются для разрешения конфликта, когда та и другая сторона апеллируют совершенно противоположными аргументами, и уже на протяжении долгого времени выстраивают линию, как бы, да, защиты, опять-таки, да, на площадке Минской группы ОБСЕ совершенно на различных основаниях, и правовых в том числе. В этом заключается очень большая и такая, и сложность, и драматичность ситуации. Дело в том, что Азербайджан настаивает на, да, справа сохранять свой суверенитет, а так как Нагорный Карабах при своем становлении, да, как республики, он фактически присвоил себе как минимум семь районов непосредственно территории Азербайджана, Азербайджан на правах, да, суверенного государства, требует возврата, как минимум, этих территорий. Но по факту, естественно, да, азербайджанские власти, они все-таки склонны к тому, чтобы ситуация вернулась к, и, так сказать, произошел такой откат к, ну, обстановке 88-го года, то есть непосредственно тому времени, когда и область была в составе Азербайджанской республики, да, СССР, и те семь районов также включались непосредственно в данную территорию. Вот, а если мы говорим о, с точки зрения армянских властей, то здесь в полном таком объеме используется аргументация права народа на самоопределение о том, что эта территория пожелала стать независимой и провела непосредственно, да, и, ну, законодательный, да, референдум, там вышла из состава, тем более это было время распада Советского Союза, когда данное право использовалось всеми практически, да, союзными республиками. Но здесь есть такой нюанс о том, что мы говорим все-таки не о республике, да, как о субъекте, а области автономной. Вот здесь такой коллизии, не, возникает такая коллизия на самом деле, да, то есть прецедента подобного не было, и вот, собственно, он появился и до сих пор остался невзрешенным. Именно поэтому признание республики, да, Нагорного Карабаха, вот, оно и было затронено, потому что не было очевидно, какому из направлений следовать. И, собственно, так как там были военные действия, стороны согласились, что в рамках Минской, да, группы, они найдут решение, которое бы позволило разрешить, собственно, ситуацию. Ну, вот мы этого решения считаем настоящий момент. Мы можем сказать, что там исторически проживали армяи. Почему, допустим, сейчас, когда вот это обострение происходит, армянский народ вот настолько остро воспринимает ситуацию, потому что фактически он ассоциирует право, да, Нагорного Карабаха быть отдельно от Азербайджана, как право народа армянского на свободу. Есть, ну, если там у вас послушаете обращение, которое Николай Пашинян, собственно, да, обратился к нации после того, как было введено военное положение, вот, то вот именно этим, этой аргументацией он воспользовался. Вот, поэтому мы говорим, что это очень глубокий исторический пласт и подтекст, который с одной стороны помогает, а с другой стороны и препятствует тому, чтобы стороны вот нашли и не пришли к компромиссу. Отношения очень сложные, да, вот это, это мягко сказано, потому что фактически Азербайджан, да, вместе с там союзниками, вместе с братским народом в лице Турции, они организовали блокаду, Армении, ну, это уже длится, собственно, не первый день, это с этим нашли способы преодолевать транспортную там блокаду, в том числе и со стороны Ирана, и есть возможности, да, значит, функционировать и транспорт, и коммуникациям, и так далее, вот, но главное, что фактически диалог переведется вот только в рамках вот таких международных площадок. Вот, мы даже очень редко видим возможности, когда двое лидеров государств, собственно, присутствуют на одном и том же мероприятии, всегда вызывают интерес, да, неподдельный, состоится там их встреча подойдет друг другу и так далее, то есть настолько сложные, настолько осложненные, да, обремененные вот этим вот конфликтом, да, Карабахским на современном этапе отношения между Азербайджаном и Арменией. Экономических отношений, собственно, мы не наблюдаем, да, потому что в состоянии такого, да, перманентопозиционной войны фактически находятся два государства. Отношения с союзниками, да, безусловно, то есть и Россия взаимодействует, да, с Арменией и с Азербайджаном, вот, является союзником, и стороны не составляют, так сказать, сделать однозначный выбор, да, и, то есть здравый смысл, он все-таки возобладает, но страны между собой, хотя и, допустим, находятся там в рамках одних и тех же структур, крайне редко проявляют вот такую дипломатическую волю, вот, очень сложно и с посещением друг друга, в плане того, чтобы приехать в гости, вот, все очень, собственно, наверное, такой-такой главный тезис о том, что стороны не урегулировались конфликт территориальный, и это основная причина, почему они не могут нормально функционировать не по одному из пунктов, который бы вам, ну, который бы мы с вами в листе такого, такого шорта или блонг-лист стали перечислить, начиная диплоотношения, кончая, там, туризмом и так далее. Если вообще мы говорим, да, о ближайшем окружении, о региональных игроках, которые так или иначе в любом случае оказывают воздействие, да, на ситуацию, безусловно, каждый из партнеров и Азербайджана, и Армении стремится к тому, чтобы противостояние не переходило в активную и горячую фазу. Вот, это наглядно было видно, кстати, и по вчерашнему дню, когда фактически большинство государств, которые так или иначе высказались, да, по данной проблематике, призвали к, во-первых, стабилизации ситуации и отказу от применения военных действий в качестве способа решения возникших противоречий. Вот, это, наверное, основная позиция, она ключевая здесь, и возьмите любую международную структуру, да, начиная от СНГ, заканчивая НАТО, все поддерживают именно данный принцип, что данные, и, собственно, это была центральная ключевая идея, которую минская группа, собственно, облицей и заложила в процессе регулирования, чтобы попытаться решить вопрос без применения, да, военных и боевых средств. Вот, это ключевая идея. Единственное, наверное, государством, кто активно поддерживает, ну, в последнее время это точно, стремление провести, да, значит, контрнаступительные операции, вот, имею в виду поддержать своего партнера и по, ну, по дипломатическим каналам, и по военным, также это Турция, которая поддерживает Азербайджан. Вот, более, остальные партнеры, они все-таки придерживаются более позиций, нацеленной на компромисс и перемирие. Вот, Турция, конечно, она не призывает к военным действиям, безусловно, нет, но она активно и неоднозначно говорит о том, что они своих братьев не бросят. А это значит, что если будет принято решение, да, значит, продолжать активно вести военные действия, вот, то Азербайджан может рассчитывать в том или иной форме на поддержку турецкой стороны. Вот, здесь, конечно, очень интересный фактор, потому что Армения очень обеспокоена наличием возможности того, что появится третий игрок. Именно поэтому очень часто возникает такое желание сравнить, насколько Армения готова, ну, не готова даже, а есть ли возможность у Армении обратиться к такому же ближайшему союзнику по аналогии, да, значит, если это Азербайджан, то это Турция, если Армения, то это Россия. Вот, насколько они готовы перейти и изменить немножечко, да, формат взаимоотношений, попросив их вступиться. Вот, но здесь пока, по крайней мере, прочитывается четкая логика, она не нарушается. Логика такова о том, что Армения, если будет обращаться за помощью, то в рамках закупки военной техники. Вот, по крайней мере, последние, да, заявления армянских властей, они именно этой позиции продолжают поддерживаться, да, вот, тем самым, как бы, с одной стороны, облегчая задачу России, которая может продолжать выступать медиатором между сторонами, да, а не одну из участниц конфликта. Вот, с другой стороны, хорошо, что подобная сознательная позиция, на самом деле, Еревана, она позволяет надеяться на то, что никто из третьих сторон не будет вовлечен в конфликт, тем самым давая возможность именно непосредственным участникам достичь договоренности самостоятельно. Ну, или, по крайней мере, при поддержке третьих сторон, но не на, в поле, да, не на театре военных действий, а за столом переговоров. Этот вопрос, насколько, так, насколько возможно, вероятное применение, да, одно из положений устава организации коллективного договора безопасности, будет применимо в случае обострения вот конфликта в Нагорном Карабахе. Но дело в том, что, когда мы говорим о непосредственно данном пункте положения, да, устава, вот, то нужно четко понимать, что там прописано достаточно четко и ясно и конкретно, потому что гарантия безопасности предоставляется странам, членам-участникам ОДКБ в случае нападения, да, угрозы со стороны, там, третьей стороны силы непосредственно территорий самого государства. Нагорный Карабах не является частью Армении, несмотря на очень тесные связи, несмотря на явную, да, политическую приверженность к индепрессионным каким-то моментам, вот, эта территория непризнанной республики, она не является частью Азии, о, пардон, она не является частью Незербайджана, по крайней мере, сейчас, да, но и также не Армении. Соответственно, применить данный пункт, по крайней мере, по тем положениям, которые мы видим сейчас, то есть боевые действия проходят непосредственно на линии столкновения и, собственно, уже выходят на территорию Нагорного Карабаха, поводов для того, чтобы, да, значит, сработало данное положение, пока герорически не наблюдается. Другой вопрос, насколько, да, мы, естественно, ОДКБ не может оставить без внимания данную ситуацию, вот, но по многому, конечно, в первую очередь, здесь будет значима позиция самого Еревана, то есть готов ли он будет пытаться, по крайней мере, да, привлечь ОДКБ. Вот на данный момент мы знаем, что Ереван, ну, по крайней мере, декабря говорит о том, что обращаться союзникам по ОДКБ он не планирует. Вот если и планирует, то это будет в двустороннем порядке, и, скорее всего, к России за дополнительным вооружением. Вот, по крайней мере, такая в ресурсе картина на сегодняшний момент. Вот, но, естественно, мы не можем говорить о том, что эта ситуация не является, да, компетенцией, собственно, ОДКБ в плане, по крайней мере, формирования собственной позиции. И позиция, как, собственно, и в июле, да, мы помним, что последнее обострение, предыдущее обострение у нас было в начале июля, 12-го числа. Вот, позиция ОДКБ, поэтому, просто так же высказала, и она была, в принципе, солидарна с теми и другими международными структурами, организациями и государствами, да, то есть это отказ от применения вооруженного, вооруженной формы решения конфликта и возврат к миллионным переговорам. Ожидания, на самом деле, сейчас есть достаточно разные, где метрально предположенный разброс мнений существует сейчас. Один из вариантов сценариев, это, конечно, да, самый худший, который придет к тому, что мы увидим и третьего игрока в зоне военных действий, это придет к расширению конфликта, выхода его из зоны Южного Кавказа, вот с привлечением, будет необходимость привлечения дополнительных сил. Здесь дистрибализация уже вообще по всему Южно-Кавказскому региону. Вот это самый негативный прогноз, который мы можем наблюдать, но такие прогнозы, они, конечно, выстраивались не в первый год, на самом деле, не в первый раз, наверное, не в последний, потому что на протяжении всех этих больше 25 лет с момента заключения перемирия в 19-м году, таких вот ситуаций, когда проходили буквально вот по кромке льда, чтобы не упасть, было достаточно много. И вот в 16-й год, и в 18-й год, они все были отмечены посредством таким обострениям на границе. Вот единственное, что сейчас, да, мы видим, что ситуация такая нестандартная, потому что мобилизация ресурсов, во-первых, и я имею в виду мобилизация военная, там, что было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, ну, в Азербайджане частично, но, опять-таки, это сегодня второй день, возможно, что-то изменится в худшую сторону. Вот это, да, ситуация, она вызывает крайне тревожные, да, опасения и прогнозы. Есть вероятность недопущения подобных сценариев, безусловно, есть, потому что опыт, ну, если посмотреть на все годы, как, собственно, протекало противостояние в активной базе, вот, то два государства, они все-таки боролись за непосредственные территории. Говорит о том, чтобы имеется ли возможность у той или другой страны полностью, да, полностью обеспечить себе победу, вот, в том или ином случае, вот, это достаточно проблематично, потому что обе стороны наращивали свой военный потенциал, кто-то, ну, мы уже знаем, да, с вами, что и Россия является поставщиком вооружений, как в Азербайджане, так и Армении, и Турецкая республика также оказывает военную помощь, своим партнерам, то есть, может быть, не недостатка, но стороны постоянно модернизируют, да, свои армии, они именно с целью того, чтобы защитить свою позиционную позицию на пограничных территориях. Вот, о чем это говорит? О том, что стороны готовы защищать позиции, но готовы ли они вот задействовать все свои максимальные ресурсы, в том числе, да, и человеческие, потому что наличие военной техники, это, конечно, плюс. Но готовность отправлять, да, своих граждан уже на войну в открытом формате сейчас, вот, это уже несколько другое политическое, да, политическое решение. Вот, так вот, все-таки существует, ну, достаточно такое убеждение, достаточно сильное, о том, что все-таки страны не будут готовы придерживаться радикальных сценариев и ограничиться, ну, да, безусловно, военными действиями по захвату тех или иных регионов, районов, в общем, территорий, которые бы могли, ну, изменить каким-то образом статус-кво. Каким образом это вообще повлияет на ситуацию? На самом деле варианты самые различные, начиная от полной, да, заморозки и признания беспособности минской группы, заканчивая тем, что наоборот, минская группа проявит свою инициативу и стороны вот уже как бы на обновленных условиях смогут начать переговорный процесс, может быть, даже не обнуляя, но, по крайней мере, вот с новым импульсом. Хотелось бы верить, что именно новый импульс произойдет. Но сейчас, вот сейчас, на наличие второго дня конфронтации, вот мы, во-первых, не видим четко, есть ли, какие есть преимущества у той или иной стороны. К сожалению, всегда информационная сопровождающая подобных действий, она крайне-крайне-крайне рассинхронизирована с реальным положением вещей, в силу того, что сминистры стремятся прибегнуть к такому институту пропаганды. Вот, но по мере поступления информации более широкого плана мы сможем точно оценить, серьезно побегу и ставили иная сторона в районе Новорного Карабаха и понять, с какими нам числительными знаменателями в итоге выходят стороны потенциального перемирия. Здесь ситуация интересная, точнее, неинтересная, а печальная будет, потому что наличие вооруженного военного конфликта в непосредственной близости от границы, да еще и с вовлечением государства, которое является членом Европейского экономического союза, то есть это один из ключевых векторов внешнеполитического курса Казахстана, оно, конечно, не является ни в коем разе не соответствует национальному интересному республике, который уступает за сохранение дружественных отношений как с Азербайджаном, так и с Арменией. Вот почему заявление нашего МИДа, оно, да, задержит, в принципе, достаточно четкие лаконичные формулировки о том, что стороны должны придерживаться тех договоренностей, которые они достигнуты, достигнуты, собственно, обязались выполнять в рамках сотрудничества с Минской группой, то есть это отказ от военных методов, а во-вторых, Казахстан, если вы помните, да, он предложил использовать площадку СВМДА для того, чтобы, возможно, каким-то образом разнообразить переговорный процесс, если минская группа каким-то образом взяла бы паузу и перешли бы мы на использование формата СВМДА, вот, здесь мы получили бы какие-то позитивные сдвиги. Для нас появление, да, очага военного столкновения в непосредственной близости, мы являемся с Азербайджаном соседями по Каспийскому морю, то есть фактически мы себе понимаем, четко и осознанно о том, что данное направление, допустим, тех же транспортировок, грузов транзитных и вообще грузов, да, грузоперевозки, оно фактически для нас выпадает из, да, нашего такого транспортного хаба, который мы пытаемся создать. вот это тоже, кстати, наша национальная стратегия, помимо того, что мы индустриализацию проводим, трансматологистические маршруты, вот для нас это крайне, крайне вагумно можно сказаться, да, на нашем, как евразийском векторе и транскоспийском векторе, поэтому мы выступаем крайне и поддерживаем любые усилия, которые бы привели к тому, что вы стороны вернулись к тому, по крайней мере, состоянию, которым они были вот до 27 сентября, а то есть снова были готовы поддерживать режим прекращения огня. Спасибо, субтитры, субтитры,